Своенравная суткуль мальчиков не слушается. Подростки для коровы не авторитет. Наверное, поэтому Багберди не очень любит ухаживать за скотиной. Ему больше по нраву кормить кур. Они гораздо миролюбивее. Кур кормить легче, а корова может боднуть. Я побаиваюсь ее. Багберди точно знает. Он вырастет и станет фермером. Эта мечта возникла здесь, в новой семье, где у него появились братья, мама и папа. О своих прежних биологических родителях Багберди не любит вспоминать. Бабушка заставляла смотреть за ребенком. Если мы не слушались, она била нас палкой. Била по голове до крови. Мне там не нравилось. Шрамы от тех побоев так и остались на голове Багберди. Похожая история и у его сводного брата Бахтияра. Он тоже приемный сын в остерной семье. У него тоже где-то есть мама. Но что такое семья и любовь, они оба узнали только здесь. Дома нас всегда было трое. И мне было скучно одному. Я часто уходил к родственникам. Позже я начал просить родителей усыновить детей. Однажды, когда вернулся из деревни, я впервые увидел Багберди. Он спал. Я еле дождался его пробуждения. И на следующий день мы пошли гулять. Я постоянно брал его с собой. Мы, кажется, обошли вдоль и поперек весь город. Я водил его в парки, на аттракционы. И потом точно так же я сблизился с Бахтияром. Усыновить детей Айнагуль впервые захотела еще много лет назад. Когда она впервые услышала о программе по поддержке фостерных семей, сразу поняла – вот тот самый случай. Потому предложению Айнагуль ее супруг не удивился. Я всю жизнь работала в этой сфере. Я педагог. Училась в отделении дошкольного образования. Всю жизнь я проработала в детсадах. Кроме того, я росла в многодетной семье. Все это подтолкнуло меня к этому решению. Вначале Айнагуль удивлялась многому. Потому что в 8 лет один из мальчиков даже не умел читать. И тому, с какой жадностью они накидываются на еду. Спустя 4 года очень дружно и между собой Багберди и Бахтияр хорошо учатся, с удовольствием общаются со сверстниками. Они многого не знали. Культуры поведения за столом, менее одеваться у них не было. За столом они рвались съесть побольше, давились. Потом у них болели животики. С годами все это прошло. На каждого ребенка по программе поддержки фостерных семей выделяется по 6 тысяч сумм в месяц. Это меньше 100 долларов. Плюс маме платят зарплату. Независимо от количества детей, еще 6 тысяч сумм. Деньги небольшие, поэтому в правительстве сейчас планируют хотя бы немного увеличить эту сумму. Тем более, что семей, которые хотят усыновить детей, оказалось немало. Фостерная или по-другому приемная семья – это семья, в которой временно размещают детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2012 году утвердили закон об этом, а в 2014 году детей начали размещать в фостерных семьях. За это время 58 детей пожили в таких семьях. Сейчас таких детей всего 12. Еще 10 детей были возвращены своим родителям. Возвращают детей обратно в родные семьи и соцработники, если у биологических родителей улучшились условия жизни или кто-то из родственников готов забрать детей себе. В этом случае в остерной семье придется попрощаться с детьми. Поэтому и Багберди с Бахтияром, и его новые родители этого очень боятся. А усыновить мальчиков и нагуль с мужем не могут. У обоих мальчиков есть родители. Юридический казус. Остается лишь надеяться на чудо и на благоразумие властей. Джубек Бегалиев, Асамат Алжбаев. Настоящее время. Пешкек. Кыргызстан.